огромнейший привет всем друзья это новогодний выпуск best replace на канале good game точка ру с вами бани вур и вы не поверите кого я вам привел это вместо дедушки мороза дедушка бобер дедушка бобер здравствуйте здравствуйте дети не был здесь этот тут оказывается варкрафт ты комментируешь орки играют очень странно да но эльфов нет согласен что для тебя немножко непривычно но я надеюсь ты что-то знаешь оборках тем более вот об этих двух у нас в новогодний выпуск попала одна из самых легендарных судя по всему игры за всю историю варкрафта ну сражается между собой два талисмана орков грабби и за карт и если ограби в принципе рассказывать нет смысла не нуждается в представлениях то вот про закарда наши юные зрители до которые пришли в варкрафт после 2010 года и даже после 2015 или не дай бог вообще в этом году да только начали а за карди они не знают ничего ниша что-то можешь сказать на за карди кто это ой ты поймал меня за карди я знаю конечно не очень много то что он был где-то на протяжении трех-четырех лет сильнейшим оркам кореи так скажем если ты сильнейший орк кореи то ты весьма спокойно претендуешь на звание сильнейшего орка мира но мы бы не смотрели этот видосик если бы все было так просто потому что грабби в то же самое время был одним из сильнейших игроков европы поэтому поэтому здесь видимо нас ждет заруба серьезная скажи мне пожалуйста это правда что ходят легенды о том что за карт именно за карт был тем человеком кто ввел в обиход орков blade мастера и началась эпоха блэйда наверное это пожалуй самый большой вклад за карда вор ворочи стратегии то чему должны запомнить потому что до за кардак сейчас барсика взял не началась еще эра не внес он еще пока этот вклад но подожди блэк мастер и вводили да действительно это был за карт но не в матчапе орковском то есть очень долгое время доминировал именно форсируя боюсь даже боюсь соврать но кажется так и не дошло до момента когда за карт матча против орков играл постоянно через блэйд мастера форсируй форсируем а как он брал против кого он брал блэйда эльфы тех остальные видимо да это было так давно на самом деле за карт играл вот действительно топовом уровне где-то в районе 7 8 годов то есть это было действительно много-много лет назад поэтому учитывая мою память плохенькую я я очень надеюсь что теперь наши молодые зрители примерно представляют насколько важен был за карт для орков и насколько большой флаг он внес потому что до него блэйд мастер был просто ну бесполезным хламом в алтаре непонятно зачем там находящимся никто не понимал что делать с иллюзиями винт волком ну крит и наверно классно но как это реализовать никто понять не мог ну вот собственно за карт показал но у нас сейчас идет обмен любезностями барсики попутали по моему свои дома пришли поздороваться друг другу не стучаться вообще классика до взаимных а 1 волки крепится тут наверно никто особо не даст ну только зеленые точки это взаимный контроль не дают друг другу вообще никуда пойти без зоркой разведки со стороны оппонента да они играют на мизинах от вист медуз карты здесь очень сложно без без барака нормально крепится то есть реально можешь забрать на всей карте только четыре зеленые точки ну так чтобы не сильно рисковать не сильно просаживаться по здоровью а никто не хочет просаживаться по здоровью потому что лавки не нифига себе пет лорда берет я не видел эту игру и алхимика обычные герои в 2020 году вообще ничего удивительного да да только на тот момент это совсем такое впечатление мы это раньше так играли точнее пипс очень любил играть таким образом он подходит к таверне и двумя руками нажимает на все кнопки и какой герой выбирается такой выходит возможно такая же тема фуфан они решили сыграть потому что ну абсолютно нетипичные вещи хотя бы сейчас переходим видим что пит лорд заливает огнем и не реагирует очень достаточно быстро за карт потому что занят контролем во первых потому что занят контролем во вторых потому что она непривычно такая заливка в ворочи мирори просто руки не заточены под то чтобы вообще проверить у тебя льют там этот момент форсера просто отдал зачем почему он отдал форсера за что алхимикс рейджем просто от него не от судьбы не уйдешь алхимикс рейджем что там у него у меня там с скорость перемещения скорость атаки на 50 процентов 50 до 50 до 25 короче он сильно сильно больно часто бьет так скажем ну вот пидор для того чтобы хоть как-то оправдать потерю барсика нужно еще разочек дождичком пролиться но а у него проблемы с маной вот у него 210 маны а дождик стоит 85 и получается что ты как бы два раза сделала на 3 даже с учетом регенерации но вот сейчас круг подсчета до нарезать еще подождать уже прибегает ну получается что удачно пока удачное начало для закарда он убил героя получил экспу учитывая отсутствие криппинга это заметная наверное должна быть разница 2 что обещали понятно ну классе очень много беготни так так непривычно смотреть вот многие гава говорят что типа ой вот раньше было лучше вот скилловые игроки а сейчас warcraft все дела такие вообще ошибки я наблюдаю здесь в игре абсолютно бесцельные беготня за петлордом вот зачем у тебя есть два героя три гранта ты спокойно собираешь вообще магазин например крепишься сейчас за карт за карт же красненький правильно граби граби желтенький вот он потерял он где-то минуту бегает буквально за петлордом у которого единственное что он может сделать это прийти сделать огонь если ты просто вовремя среагируешь тебе ну ты никого не потеряешь там битый конечно рабочий но среагируй в бору по пошли и все будет нормально он бегает за него только сейчас отвлекся причем оставил вот 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 и какие потери а это можно было сделать вообще без без участия даже героев то есть просто вот рабочего дыкнуть короче страны говорим о времена мы говорим надо я помню таких явлений как блокирование юнитов наверное когда там но окружение уже вызывала вау-эффект это сейчас нам дирижаблями спасают не знаю там блочат что угодно делают молотками инвулами молотки ловят там т.п. молотки ловят это дефолт уже это действительно раньше раньше все такие а в мувик мувик и такие все смотрели нарезки как там уворачиваться от молотков сейчас дефолтные ситуации что-то урен должен на волом словить например молоток который летит от им киев в этом начать против альянса урк альянс как бы это ну если он если он этого не сделал вот это уже как бы это уже косяк вот поэтому неудивительно игра уже с так много времени развивается и даже несмотря на то что в цг минусы после этого было был спад сцены все равно азиаты азиаты китайцы корейцы и сейчас наши вообще прекрасно конкурируют потихонечку прогрессировали все это время время прошло больше десяти лет поэтому не удивительно что игра я просто старенькие игры сто лет не смотрел поэтому готовьтесь что буду удивляться того что они делают да ты еще ты еще хороший момент ищет игру прекрасную инсомнии против тейкера там у тебя вообще наверно подгорелась у меня закончил играть профессионально в две тысячи кажется пятом году то есть вам особо и не начинал тейкер да он играл с вышечками и профессионально он мог убить любого но на турнирах особо кроме онлайнов ничего не выигрывал и довольно быстро ушел с сцены он много всего привнил вас безусловно warcraft форсира great без барака правильные места вышки ставил там крепил нагнул вуде големов одним рабочим фактически вот но да а insomni древний болгарский альянс да помню прекрасно его когда-то был топом но тоже быстро отошел в начале тфт так на что у нас здесь по миксу нас у нас граби ответил на потерю своего героя окружение великолепным под спидами мы этого не прокомментировали дал химина его видно было заказа карда ну граби сейчас ведет судя по уровню героя там форсируем очень будет 3 он крепит магазин который находится рядом с противником это тоже хорошо за карт просто со своего со своей базы прямиком побежал на базу граби то что тоже кстати очень странно учитывая вот сам стиль они играют очень агрессивно очень контактно сейчас например если вы попадетесь на отвисит meadows и будете играть люди люди будут стараться не терять время на беготню вот такую да да бас по крайней мере без какого-то веского основания без разведки потому что ты добежишь до базы противник закрепит точку который рядом с его базой ну например лагерь наемников который рядышком есть как бы он и отобьется получается от тебя и опередить тебя по уровню героев и короче странные мувы но обратим внимание никаких спиритволкеров никакого все нормально мы так справляемся а там great делали кстати я видел great но не видос перед волки вот это странно сначала great а потом потом спиритволкера смысла очень мало потому что кто-то может сказать что он выйдет с большим количеством маны на самом деле пока делается пока делается great юнит успевает больше отрегенить ну то есть это тоже ошибка единственный спор вариант когда тебе не нужно делать спиритволкера вместо грейда это когда у тебя лимита например не хватает и не хочешь выходить из лимит и понимаешь что сейчас сделаю great а потом уже штампану волкера тогда да тогда нормально граби пытается поставить уже во второй раз базу первый раз ему отменили вот мне нравится то что у группстера он больше как-то по криппингу он пришел отбился и закрыли крепит уже второй магазин мне нравится девайсы группстера вот там аура защиты в орг на орг прям вообще решает считайте great на на армор лишний и ну и выжим тоже в принципе для танкующего пик лорда 2 ауры 100 я думал ты какой-то патч древний на котором еще стакались смотри еще свитерка очень то горил то есть там просто такой защищенный за карты так себя не чувствует защищена даже девушка свои рекламы always ультра сейчас будет крип джек неплохой давай врывается врывается грубый сеточка 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 начинается замес позицию граби хороший ой хауль отлично урон тогда другой был по моему да его не правили 340 50 тут из-за того что я заметил по по эффективности это аура паладина старенькая она прибавляет только единичку армора ее много раз фиксили один полтора сейчас на 2 поэтому она не такая ценная как 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 сейчас окружить петлорда самое 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 нелепое что можно сделать это окружить петлорда у которого и вейджин броня телепорт и еще хауль блин ну как его полчаса просто бьют заливая и он себя заливает потому что жалко вокруг такое количество людей он разменялся в колоссальный просто плюс тут все умерли вокруг еще ладно больше ничего не разменялся еще алхимика убить алхимика убить есть последним ударом алхимика убивать расконтроле вот это решение капец и я вот жалею что жалею что нет возможности мне вот вернуться на 15 лет назад потому что даже не жми руками да 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 с текущими просто с текущими знаниями ты возвращался и такой шорох можешь навести просто особо никто не контролит решение правильно неправильные принимают очень часто очень часто вот сейчас самые 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 странные самые нелепые что можно было сделать взять наиболее защищенного юнита у которого есть сплэш у которого есть телепорт у которого есть хауль и начать его атаковать то есть для того чтобы правильно выбрать цель которую ты будешь атаковать ты должен взвесить несколько факторов первое насколько эта цель опасна, и насколько она защищена, грубо говоря, но это так сильно упрощая. Например, если у вас есть Блэйдмайстр, у которого 6 когтей урона, и нет защищенных, ну, защищающих предметов, там, типа Инвулла или еще чего-то, вы должны бить его. Если у вас есть, там, Маутен Кинг, у которого медалька жизни Эвейджин Мана, или у противника есть Став, который спасет этого Маутен Кинга, и у Маутен Кинга есть Клэп, то, естественно, его трогать нельзя. Сейчас он всеми сгруппировался, получил минус урон, получил сплэш, залил еще себя этим в... Короче, это шок, просто шок. Сделал все не так, как надо было сделать, но окей. Обычно интересными играми получаются такие, когда люди ошибаются. Это уже давным-давно известно. Нет ничего скучнее смотреть какую-нибудь дефолтную стратегию, исполненную почти безупречно, ну, с незначительными ошибками, потому что тогда сценарий игры один и тот же. А когда ты знаешь, чем это, скорее все закончится, то никаких качелей, никакой интриги, но зачем это все смотреть? Граби закрепил преимущество свое, которое он получил в последнем файте, экспеншеном. Азакарда... Слушай, а вот что алхимик делает вообще во всей этой армии? Я не знаю. То есть, а ситку кидать, может быть, для того, чтобы армор минусовать. Массовое лечение тогда действовало и на чужих тоже, поэтому никто его не брал, тем более в орочном Мироре. Ну, там сетка еще есть, то есть оно прерывается довольно просто. Я согласен, что Питлорд, он вообще время опередил. Граби очень часто демонстрировал великолепное понимание и брал, ну, вносил тоже, изобретал и популяризировал каких-то юнитов, какие-то стратегии. И, например, сейчас Питлорд в орковском Мироре, это очень частый гость. То есть, он вторым героем берется вот в текущей мете очень часто. Первый, например, СХ, второй Питлорд, как это ни странно. Даже не Блэгмастер. Вот, но у алхимика действительно какие-то серьезные проблемы, потому что... Ну, потому что рейджем ты не удивишь, а ситка... Ну, а ситка больше работает хорошо против каких-то лоу-хп юнитов или не таких бронированных, как... Оркам-то постоянно делают грейд на армор, потому что там здоровья много. Не знаю. Алхимик, может быть, был взят фо-фан, экспериментировал за карт. Я не могу придумать, каким образом Алхимик тут... Челленджи, челленджи катал тогда. Уже тогда. Когда это еще не было. Когда стримов не было. Да. Я смотрю еще на... Смотри, 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 Питлорд под инвизом сейчас будет рассказывать рабочему. Он отчаянный человек, потому что он с персональным телепортом сюда пришел. То есть он... То есть сеточка не уйдет. Сеточка и все. Но... А снища скорость реакции. Это вот момент контроля карты. Ой! Просто 5 секунд его забевал. Нашу базу атакует! Возвращайтесь, ребята! Ой, да. Нет, ну мы так сейчас смеемся, а тогда, в принципе, так все естественно играли. Конечно, конечно. По-другому... На тот момент Граби, скорее всего, был уже чемпионом мира, по крайней мере, по какой-то версии. Я не знаю, какой это... Это год 6-й, 7-й, 8-й. Но, как бы, ВЦГ-то он выигрывал уже. В 2008-м он ВЦГ выиграл. Хорошая заливка, но, опять же, контриться очень хорошо при помощи сетки. Снизу! Да как так? Так и блочь! Господи, заблочь волком! Хоть кем... Ох, слава богу! Сетка перебивает. Ну и вот... Я думаю, он уйдет реально просто. Как уйти 4 рейдера вообще? Так 4 рейдера, но они все с одной стороны почему-то. Почему он не заблочил с другой сразу? Ну да, минус. Да, смелый Питлорд. Очень смелый. Ну ладно, хорошо. Слушай, ну он возможно развлекал Закарда для того, чтобы нычка заработала, там построились все вышки и так далее. Уже спокойненько, чтобы... Вышки ставили, кстати, очень неграмотно. Да, даже... Тут можно песочить игроков. Вышки, смотрите, это у нас сейчас есть бетон на Т2, а раньше бетон был на Т3. То есть сейчас Граби не может дожить до ситуации, когда... Ну, то есть ему сложно дожить до ситуации, когда вышки получают дополнительную защиту. Там в 3-4 раза в зависимости от типов атаки. Вышки надо ставить за этим, за мейном. Не впереди, а за. Потому что они сейчас сносятся очень быстро. Сетка, сетка, сетка. Нападение Закарда. Очень комфортно Граби сейчас сражаться. Почему? Потому что... Питлор... Уже нет героя, наверное. Да, вот. И все. Но вынужден... А, не, не вынужден. Просто делает телепорт такой. Ну, а с чего ему, да. Деньги есть, ума не надо. А вот точно Алхимику нужна особо маска в ситуации Закарда. То есть, может быть, все-таки Барсику лучше передать, у которого есть чайник, там, волки и так далее. Да, естественно. Если у него рейдж и оситка, а не оситка и лечение, то рейдж вообще стоит 25. И действует он 12 секунд. Короче, можно рейдж прожимать нон-стоп на таком уровне, и у тебя на четвертом уровне алхимик будет регенерировать. Короче, рейджа восстанавливает. Услышал, ниша, услышал. Нормально, нормально. А вот форсир, да, 125 маны, чайник, волки по 75. И вот вышка, смотри, как сбиваются легко. Он отдал двух грантов специальной группе для того, чтобы вышки убить и на мейн наброситься. Игрубстер только сейчас приходит. Да, да, это гамбит шахматный. Серьезно, он там этих грантов пенал сейчас очень долго. Начинается битва снова, но не хватает петлорда. От граби очень странное решение было идти петлордом, так наивно очень было идти отдаваться четвертому петлорду. Ну, потому что это я не смотрел ту игру, но было понятно, что он никуда оттуда не уйдет. Просто. Не, просто с такой скоростью реакции за карда в принципе были шансы, может быть. Были, да, были. Так, пришел разбираться батя в здании дождь. Не по кому уже. пора, пора прекращать, Петя. Бежит, кого так гонят. Так непривычно, что не отображаются еще маны. Сколько у героев непонятно, пока не прокликаешь. Сейчас это тоже уже решено. Кадои, кадои стреляют, уже сытые кадои. О, форсир, это марба. Ага, там уходит на последний хит спритволкеры. Вот он пошел, контроль! Контроль. И кажется, отбивается, конечно, граби здесь, остались герои на герой. Надо еще кадои забрать, все-таки напоследок. Разлетается. Вот у алхимика и петлорда есть все-таки обращается на форсируем. Ты видел, залил как хорошо. Залил как новогодний салат практически майонезом. Слушай, там в это время барсики, размеры, арба, минус! Хорош! Контроль, вот и чего? Что? Слушай, вот ты уже требуешь слишком многого. Он убил, убил. Это чемпионы мира были, чемпионы мира, ё-моё. Ребята, пользуясь лучшим, приходите на квалификацию из брейнкапа. Там, короче, корейцы, корейцы, серьезно, у нас товарищи в СНГ играют сейчас на равном пинге с корейцами не хуже. Ну, я не сравниваю вот с этой игрой, потому что любой из, там, топ-4, топ-8 игрок придет и развалит... да, мистер Виннер бы рифлопушил всех как царь, 100%, просто, без шансов. С таким контролем, когда вот форсиры недоконтраливают, когда приходят героем, когда реагируют на алерт на мини-мапе спустя 5 секунд после атаки, это просто забей. Но это можно объяснить. Человек вообще, он реагирует на действия оппонента. То есть, если тебе не нужно париться, если у тебя уровень достаточно высокий для того, чтобы убивать, там, 95% людей, ты не будешь, там, сильно стараться для того, чтобы делать это более уверенно. Вот. И только во время конкуренции, когда ставки растут, когда люди начинают готовиться, когда у тебя появляются более серьезные противники, ты начинаешь уже думать, где там елка, куда весь пол повесить, что там по таймингу, а как героя не отдать, а надо инву закупать, а что будет, если, короче, я не среагирую на алертном мини-мапе, у меня там подрывники придут, нычку убьют. Это все результаты эволюции, конкуренции. И как бы нет смысла пацанов журить, потому что на тот момент они были лучшими в мире. 100%. Да, им никто не мог раздать пилей, поэтому им вот такой текущий уровень игры позволял, в принципе, добиваться своих задач. Я вот думаю, что было бы в мире Warcraft 2005 года, если бы туда попал нынешний Happy? Ну, ну, был бы дикий перекос по... Лучше, чтобы туда попал какой-нибудь рандом. То есть, человек, который играет похуже, но который играет за всех раз. Ну, лучше в плане сферы развития Warcraft, так скажем. Потому что... Не, просто я бы хотел посмотреть на лица корейцев там, да, и там, чемпионов. Нет, это было бы уничтожение, уничтожение бы на протяжении многих лет. Потому что тот накопленный опыт и та моторика, которая есть у Дмитрия, она и сейчас выдающаяся, а на тот момент она была просто космической. Его бы там боготворили просто. Да, думали, что человек из другого мира. Это вообще было не в пределах этой вселенной. Люди бы не понимали, как вообще это происходит. Да. Но слава богу, чтобы Warcraft развиваются... Очень быстро бы потянулся скилл против андедов игры. То есть, постарались бы андеды остальные, копируя, перенимать фишки и так далее. Поэтому я и сказал, что лучше бы, чтобы это был ран... О, шестой уровень. Doom Guard давно мы видели на профессиональной сцене. Пошел Doom. Ну, сейчас она профессионально, наверное, видим время от времени. А вот и Doom. Угу. Палхимика тоже ультата, которая нейтрализует юнита. Продает, правда, они... Ну, таким вот образом уничтожают. Алтарь еле живой. Никто не... не торопится его чинить, как бы. Ну, горит и горит. Нам-то чего, правильно? Там для меня горит алтарь. Как вечный знак 2005-го. У Граби серьезное преимущество. За карту все никак не может... Ну, конечно, нычка просто. Что, митиму, да? Ну, правда, волки уже инвизны. Вышек нет. Тут бы спиритволкера какого-нибудь поставить на защиту. Ну, Граби должен додавливать, конечно. Все-таки думы... Это не государство, не про государственную думу, говорим, да, про ульту и много-много всего остального. Для лимита должно быть побольше. Но сейчас алхимик, если 6-ой, получат, я не знаю, как вот, правда... Вот, вот, вот убить, убить, убить. А скоро шоку у него, сколько у него экспорт интерес? Черт его знает. Близко. На свитки убегает. Крипл на форсире был, видел? Такой эффект, потому что он под спидами, но Крипл работает. Это у Дума, да, этот скид? На 75%, да, скорость перемещения и атаки снижает, там, на 50 и 75. Но под спидами у тебя же максимальная скорость перемещения, получается такой дикий эффект. Крипл мега... Самый лучший дебаф вообще в игре. 175 стоит, правда, но по боевым характеристикам, ну, и по перемещению лучше него нет. Слушай, тут такая заливка двойная просто. Да, там боросы страдают. Пытается, видно было, что за карт старался форсиры тыкнуть. А у форсиры нет ни ингу, ни телепорта. Он и тыкает, и он, кажется, дотыкает. Да ладно, ну, конечно, это же бестри плей. Это же бестри плей. Больно. Ну, там Барсик тоже, сетка, давай, чуть-чуть осталось саблями. Ой, контроль, господи. Еще. Там Аши, сетка, да, он его добивает, господи. Два героя, химик, 6-ой добрый вечер, да? А вот это уже другая ситуация, можно попробовать тут попродавать. А там ультоманы стоят на продажу? Да, радайся. Ну, тогда надо обратно с обе маской, потому что ульта же довольно быстро регенится, насколько я помню. 45 секунд, да, очень быстро. Ты, фактически, если играешь один в один, то одной ультой почти нейтрализуешь то, что человек там делает. Ну, с учетом того, сколько ты получаешь, сколько человек теряет. Кто будет первый продан? Я оставлю на Кадоя. Кадоя, Кадоя, конечно. Кадоя, самый ценный юнит. Под рейджем, он химик, без петлор, без барсика, это распоясался вообще. Ты посмотри, как он тут стал нарезать под рейджем жестко. Зря гравит там остался. Ну, во-первых, зря не купил телепорт, когда у тебя 45 лимита есть экспант, не покупай телепорт, это очень, очень оптимистично. Даже отводить не стал. Ну, дирижабль, ага, естественно, про дирижабль тогда никто не слышал. Ну, тут сетка все равно есть. Представляешь, ты свешаешь, ну, его тоже продавать можно алхимиком. Тут все можно продавать. Давай, 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 ну, продавай уже, пора. Покажи нам лучший трейдинг. Это время реакции тоже зацени. Тоже вот он бежит, у него вроде как ничего нет, что можно поконтролить. Он все равно пробегает мимо юнитов и реагирует. Ты видел? Этот продал Кадоя, в котором сидел его рейдер, другой на этого рейдера закинул Дума. То есть там просто, знаешь, как в сказке про Каще, в сундуке яйцо, в яйце игла выглядит Дум, в Думе депутаты. А в это время, кстати, на экспанде пытаются нарезать рабочих, там, кажется, то ли волки, то ли еще кто-то были отправлены. Жалко, там не показывают, что там происходит, но, кажется, там, нычки закончились, точнее, база закончилась. И, по сути, вот это единственное, что по деньгам есть. И на самом деле Алхимик может зарешать благодаря деньгам. Там эта база давно уже не работает, потому что волки там объяснили быстренько всем, что золотодобыча здесь не санкционирована. И денег нету, действительно, несмотря на экспант. Ну, конечно, огромная ошибка была, потеря барсика, то есть граббе просто теряя... Вот 350 голды перевернули бы ход игры в правильную сторону. Ну, а теперь Закарт, терпя, всю игру терпя, потеряв вначале там... Не помню, только граббе или Закарт теряя. Ну, неважно. Там просто поставить, дав граббе поставить нычку, потерпев сокрушительное поражение в битве при лагере наемников, где его там просто разоплотили за счет Петлорда. Он терпил всю игру, но вот за счет одной ошибочки 350 этих жалких голды, которые стоит Телепорт, он сейчас легко проиграет. Жалко, жалко тратить, я понимаю это ощущение, но когда ты теряешь... Тебе для того, чтобы восстановить героя пятого уровня, нужны такие деньги. Не говоря уже о том, что он растерял потом еще юнитов на отступлении катапульты, рейдеров и все-все-все-все-все. Ну, там хотя бы инвульчик. Ну, ладно, тебе жалко ТП. Я не знаю, он не спас особо все-таки рейдеры сеткой, но убежать можно было попробовать. Ну, хоть что-нибудь. Ну, сейчас Закат пробует атаку организовать на базу, все-таки ему нужно пытаться как-то эту добычу прекратить. Вот удастся или не удастся, любопытно. Слушай, а скоро алхимика-то продавать будет некого, денег нет, одни герои. А та же самая ситуация и с другой стороны. То есть, скорее всего, останутся два героя против двух героев, но там с одной стороны может быть Doom, с другой стороны может быть чуть-чуть больше золота. Doom можно в раба засадить, а... О, какой клэпс, ой, в смысле, стомп и окружай. Вот это ошибка, конечно. Что, есть что передать? Что-нибудь, пожалуйста, продай кого-нибудь. Привет он может передать, как бы всем, кто смотрит это. с верху? Не, не... О, господи! Стом! Ну все, Граби выигрывает от Kripple. А, окей! Ну прекрасно, да. Зарядка. Чайник еще, чайник. Чайник на чайник. Это все убьет его? Да, пишем, ГГ выходим. Он уже нет у него возможности выкупить героя. Слушай, классная игра получилась. Во-первых, такой экскурс в историю, который напомнил нам о временах, когда ёлки были зелеными, форсировали... Когда орки были зелеными. Да, да, да. Ой, форсировал, ой, он выкупает всё-таки на последних хитах. Но волки уже не догонят, а следующих не вызвать. Да, за картах из лэфзеги. Неплохо, неплохо. Умеет, ну что... Да, Граби сейчас поигрывает, и, конечно, если ему этот реплей показать, он, наверное, спокнёт. В нынешней Граби даже в плохой форме, конечно, свою репликацию 2005 года порвал бы в плотче вообще. Сто процентов. Вне сомнений, хотя он уже не играет профессионально, он просто поигрывает, стримит. Уровень совсем другой. Ну что ж, спасибо, Бонич, тебе за компанию. Спасибо, Миша. Надеюсь увидеть тебя в следующий раз на Best Replace, не на следующий Новый год, а, может быть, как-нибудь ещё зайдёшь к нам в гости. Посмотрим, посмотрим. У нас только топовые демки, только топовые демки, вот, и сейчас скилла играющих, поэтому смотреть интересно. Да. А если захочется профессионального какого-нибудь киберкотлетного, то всегда можно пойти и посмотреть, что сейчас стримится, и что сейчас играется в онлайне. Благо турниру в данный момент огромное количество. Да, да, да. У нас в конце декабря, 26-27-й, будет финал разборинкапа. Корейцы лучшие наши, приходите, поболеем. Даже если вы смотрите эту демку в 2025 году, приходите поболеть. Да, да, да. На Русбринкап 26-25 обязательно будет что-нибудь такое. Варкнап джип. Да, да. С Новым годом всех, друзья! С Новым. Пока. Пока.